Всем привет, мои дорогие бьюти-голики! В этом видео мы поговорим про прекрасную тему люксовой, ну или более дорогого сегмента продукта, который действительно стоит своих денег. Это у меня ежегодная серия, и я буду в этом году делать и вот эту часть уходовую, и декоративную чуть позже, и также интересную часть типа разочарования. Дорогая косметика, которая не стоит своих денег. Я сегодня вот такая с мокрыми волосами в образе декарки. Топ у меня будет съезжать от веса микрофона, но гарантированно в протяжении всего видео он всегда будет, даже если это будет чуть-чуть приближено, и вы его не увидите. Он на мне есть. Пример такого продукта я знаю, что вы спросите в декоративном плане, который год я называю, например, тени Estee Lauder. Ты намазал это так пальцем и просто умер от красоты. Но в этой части мы поговорим про уходовые продукты, и в сегменте умывания я не могу назвать ни одного продукта. Сейчас я умываюсь любимой штукой своей. Это очень мягкий гель для умывания, и он аналог супердорогих, и стоит 600-800 рублей. Поэтому, пожалуй, в этом сегменте у меня не будет номинанта. Так же, как и в сегменте тоников, говорят, что Pixi Glow Toner стоит своих денег. Я не согласна. Очень много аналогичных кислотных продуктов. Но давайте поговорим про 4 мои любимые маски, начиная с наименее любимой. Самая увлажняющая маска, и безумно вкусно пахнет, и вообще Glam Glow, и это First Mud. Это действительно средство, которое я бы все-таки заказывала через посредников. Сколько бы ни было увлажняющих масок в моей жизни, она самая лучшая, она не комедогенная, она настолько вот прям аквабомба на твоей коже, настолько это все оживляется. Это просто очень приятно, и это всегда вкусно пахнет, как и, в принципе, все у Glam Glow. Дальше, если выбирать, то следующую маску я бы назвала Origins. Origins есть много-много где. Поищите хорошенько этот бренд. Именно Original Skin Red Texturizing Mask с розовой глиной. Она какая-то волшебная. Это просто как в каком-то матовом тональнике после нее. Легкий такой блюр, улучшение тона кожи. И даже когда девочки на I Recommend снимают вот эту маску, можно увидеть до и после, что кожа какая-то более бархатная, более матовая. И нафиг эта маска не нужна тем, у кого сухая кожа. Она у вас и так бархатистая, она у вас и так с невидимой особой текстурой и невидимыми порами. Зато, если на жирную кожу сделать ее, то у вас будет эффект, как будто ваша кожа сухая. Вы прям примерите на себя это. Не могу сказать, что она пересушивает, она именно делает ровную поверхность. И две мои самые главные любви. Это Glam Go Super Mud очищающая маска и маска от прыщей. И Milk and Peel. И тоже вы меня, наверное, про них слышали. Но в этом году они все равно лучшие, поэтому я про них рассказываю снова. Herbarian очень интересная корейская маска. Milk and Peel хорошая серия. И конкретно вот эту я покупаю, покупаю и буду покупать. Такая белая, немножко щепучая штука. Всего лишь на 5 минут. Но ты смываешь, и ты немножко покраснел на ближайшее время. Но кожа успокоится, и у тебя просто какая-то полированная, глянцевая, похожая на паркет Glass Skin. Опять же, если вам в кадр сниматься, как мне сейчас, очень глянцевая кожа, ну как бы для видеосъемки это провал. Но на внешнюю часть лица просто кожа, в которую можно смотреться. И, конечно, очень хорошо очищающие опоры. И самое помогающее от воспалений. Все еще моя любимка, в которой чуть осталось, я ее экономлю. Это и хорошая маска для снижения жирности кожи, на жирную кожу. И для всех остальных точечное средство от высыпаний. Так что супер хвалит. Пожалуй, самое мое любимое здесь, то, что я уже показывала, наверное, в 6 разных видео. Это вот такая штука от Dr. Brand. И это самый, на мой взгляд, если баночный. Вот из всего, что я пробовала, из всего, что я на себе тестировала. Самый-самый нераздражающий, но очень эффективный. Вот именно крем-крем с ретинолом. Естественно, ночное применение. Будет постепенное-постепенное улучшение тона лица. Не ожидайте от этого средства увлажнения. Для увлажнения я вам покажу дальше другое. Но именно в плане анти-эйдж, именно самого ретинолого действия, это, наверное, самое лучшее. Ну, увлажнение. Глубокое увлажнение я обожаю в марке Quarance. И сейчас в линейке Hydra Essential вышли новинки. Разные типы, разные текстуры. Более тяжелая на ночь. Более легкая с SPF. И также здесь есть эссенция, которая выглядит вот так. Вот как какое-то райское молочко. И мне очень она нравится, если я делала какие-то интенсивные маски. Либо если кожа раздраженная после бассейна, после солнца, после разных раздражающих историй. Это такая обволакивающая, офигенная текстура. Она моментально снимает раздражение и успокаивает кожу. И прям смягчает кожу. Я бы сказала даже такое слово. Оно расслабляет кожу. Вот у нее просто офигенное действие. И при этом она не похожа на большинство продуктов этого типа, которые я пробовала. Если вам нравится из М3. Именно мой обожаемый, любимый крем. Который с зеленым чаем. Который в коричневой упаковке. Но вы хотите взять что-то более интенсивное. Но вам нравится эта легкая-легкая текстура. То попробуйте вот это. Очень-очень-очень рекомендую. Даже может стать заменой крема для жирной кожи. Это правда. Потому что вот это защитное действие от грязи и города. Здесь тоже присутствует. Потому что я обычно ругаюсь на эссенции и эмульсии. Что у них, конечно, очень хорошее бывает увлажнение. Но нет прелонгированного эффекта. И влагу кожа будет терять в течение дня. И не защищена от грязи. А здесь это не так. Так что можно только ей пользоваться. Вся линейка хорошая. И у меня были уже разные продукты. И мне нравится спрей. Я его использую под микротоки и все остальные дела. И два новых крема. Это у меня вот питательный. Очень интенсивный. И такой более напитывающий. Дающий упругость. И такой детокс во время ночи. Ночной именно крем. У всей линейки очень-очень легкие, нежные запахи. Наверное, у спрея более интенсивный, травянистый. И тут прям такой какой-то эффект разглаживания. Прям кожа какая-то очень-очень-очень приятная становится. Помимо того, что это очень глубоко увлажняет. Еще и какой-то такой софт-фокус эффект. Несмотря на то, что это ночное средство. Но это так. У дневного питательного текстура такая, что его хочется сожрать. На него смотришь. Просто как на маскарпоне в банке. Он какой-то просто роскошнейший. Более такой бальзамный. И когда ты открываешь новую упаковку, там вот как сливки. Вот такая вот маковка просто. Не могу просто не нарадоваться. Это очень плотная текстура. Она защитная для тех, у кого очень сухая кожа. Или кто любит именно более такие, как корейские плотные текстуры. Чтобы кожа прям такая была в барьерчике. Для дня присмотритесь к тому, в котором небольшой все-таки присутствует СВФ также. В общем, супер-супер линейка. Постоянно это наносишь. И такой кайф. Просто от нее получаешь удовольствие. И очень приятнейшая текстура и действия. И очень приятные одушки. Ну, логично. Мы поговорили про СПФ. СПФ просто СПФ. Вот какой из более дорогих очень-очень я люблю и который раз покупаю и советую. Это Тиза. Я не понимаю, почему этого цинка вообще, который компонент от прыщей, кладут во все подряд. Его очень много везде. Но именно здесь он правда снижает количество прыщей. И он блюрит кожу. Что мне нравится? Он вот так вот блюрит и матирует. Дает такой эффект софт-фокуса голливудской кожи. Не буду про него долго говорить. Это прям ощущение силиконового праймера. Но какой-то добрый вообще эффект на кожу. Непонятно, но классно. Ну и логично развитие событий в моем рассказе, связанное с СПФ. Это витамин С. Потому что витамин С это дневной компонент. И он улучшает фотозащиту кожи. Соответственно, если вы пользуетесь витамином С, прям гиперстараться. Так уж смертельно все время быть под защитой толстого слоя СПФ. Вам не обязательно. И к тому же это улучшает общий тон кожи. И классных витаминов С на самом деле много. Я их много показывала. Но зараза доктор Брандт. Здесь у меня на самом деле очень много продуктов. Куплено по второму разу. Он вот такой вот с эффектом какого-то такого золото-бронзового тинта. И вы можете подумать, что на белую кожу это не подойдет. Но это не так. Потому что я его увидела изначально на Блэк Джули, у которой кожа очень белая. Она прям единичка в оттенке тональных основ. И на ней это все равно совершенно не рыжая и красивая. Ну то есть, отдельно просто витамин С. Ну как бы компонент какой-то, что-то выравнивающий. Там если долго мазать, что-то улучшающий. И когда у тебя есть визуальный эффект, ты хочешь этим пользоваться. Поэтому все еще советую, все еще трачу на это свои деньги. Если мы говорим про воспаление, то все еще лучшее от воспалений вообще на планете. И в дорогом сегменте тоже. Помимо того, чтобы не жрать сладкое. Это, ну и молоко. Это Blemish Age от SkinCeuticals. Тоже слишком много говорила про эту сыворотку. И все-таки умывалку. И да, обыкновенные умывалки отшелушивающие какие-то не стоят все-таки своих денег в люксе. Я считаю, извините, чаще всего. Но именно их умывалка. Если у вас акне и ничего не помогает, то умывалку и вот эту сыворотку Blemish Age именно от возрастного акне стоит рассмотреть. Сейчас я тестирую альтернативу бюджетную. Если это эффективно, я расскажу. Прям буду трубить в каждом видео. Дальше у меня осталось средство от мешков под глазами. Оно тоже от Dr. Brandt. Ну так уж получилось. То есть у него два эффекта. И декоративный, и уходовый. И надо прям видеть, как это наносится. Вы берете достаточно много. Намазываете под глаз там, где у вас есть мешок. Это уплощает этот самый мешок. Помимо этого, это не портит вашу кожу. Не стягивает. А именно пролонгированный еще борется с цветом, пигментацией и в общем дает дренажные эффекты с последующими отеками. Так что это очень круто. И последняя вещь. Это Sensation Cosmetics. Гликолевая сыворотка. Ни одна другая гликолевая сыворотка так не убирает пигментацию, как эта. Это убирает ее просто на уровне лазера. И я вам говорю, вот человека, у которого пигментация, и он мажется, мажется, и она осталась, я вот просто не знаю. При этом ретинол один из самых эффективных компонентов от пигментации. В интернете есть люди, которые 40 лет с момента просто изобретения мажут этот ретинол на себя. И у них такое пигментационное пятно. Короче, не все гликолики одинаково полезны. Но Sensation, правда, стоит каждого рубля. Еще можно доплатить. В принципе, я много уже упаковок использовала, поэтому, наверное, им должна сильно. Так что не забывайте, что SPF вы наносите после любых кислотных штук. И все остальные кислотные штуки, кроме своей любимой маски, я, в принципе, тут как бы не агитирую, что вы обязательно должны их покупать. Потому что бюджетных кислотных штук хороших на самом деле много. В разделе автозагары, как я могла забыть, чуть не пропустила этот пункт. Конечно же, моя любимая James Reed классическая ночная маска версия Dark. Классическая, это значит, что не ретиноловая. Это просто лучший автозагар для лица на планете. И, кстати, он тоже с эффектом от прыщей. И, да, вот вторая упаковка уже подряд. В смысле, десятая, наверное, в моей жизни. Но две вместе вот у меня. На этом все. Надеюсь, что я была полезна. Целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok